Вот этот вход с северной стороны собора был обустроен еще при Патриархе Никоне и ведет он не только в главный храм Воскресения Господня, но и в предел Успения Пресвятой Богородицы. Здесь потрясающей красоты керамический иконостас и одна из святынь монастыря – длань Святой Татьяны, которую подарила монастырю царевна Татьяна Михайловна в знак окончания строительства комплекса трапезных палат с Церковью Рождества Христова. Было это в начале 90-х годов XVII века. Именно с именем царевны Татьяны Михайловны и связано строительство Рождественского храма в ансамбле Ново-Иерусалимского монастыря. А какова история Рождественского храма вот здесь, в Ново-Иерусалимском монастыре? Этот храм построен на месте каменных построек, которые были возведены еще при святейшем патриархе Никоне. Но надо сказать, что патриарх Никон, который был в 1666 году отправлен в ссылку, он успел построить не весь монастырь, не все успел закончить. И вот надо сказать, что большая почитательница, царевна Татьяна Михайловна, она как бы закончила те замыслы, те проекты, которые начинал святейший патриарх Никон. И вот на месте бывшей каменных построек она начала возводить эти трапезные палаты. Здесь принимали пищу, трапеза была и для братьев монастыря, а тогда, надо сказать, было 500 человек братьев, было много братьев. А также для трудников, было еще 500 трудников монастыря, то есть монастырь строило тысячу человек, 500 чернецов и 500 бельцов. И в 1686 году, по утверждению правительницы Софьи, начинается строительство вот этого храма и этих палат. Они были построены довольно быстро, также это, надо сказать, постройку благословил патриарх Иоаким, тогдашний патриарх Московский, всея Руси. Но надо сказать, что не без препятствий, не без сложностей, потому что когда они были построены довольно быстро, за три года, но случился пожар. Само освящение, оно уже произошло чуть попозже, после того, как все было окончательно завершено. В 1692 году, сказано 13 числа, святейший патриарх уже Адриан осветил вот эту церковь Рождества Христова. Угу! Здесь потрясающая акустика, и достигнута она прежде всего из-за конструктивных особенностей. Во времена царевны Татьяны Михайловны вот здесь было устроено место для молящихся, а дальше в зале, где сейчас частенько проходят концерты, и уже вкушали пищу. Комплекс трапезных палат с церковью Рождества Христова стал второй грандиозной каменной постройкой после Воскресенского собора на территории монастыря. Возможно, именно здесь проходили службы в зимнее время, поскольку в храме есть печи. Кстати, то, что храм был теплый, подтверждает наличие печей. После реставрации они здесь сохранились, вот такие красивые, полностью украшенные изразцами. А делал эту печь знаменитый мастер изразцов Степан Полубес. Быть может, именно эта грандиозность, замысла, плюс печное отопление, готовка пищи и стали причиной катаклизмов, происходивших здесь. В 18 веке в храме было пять пожаров, а стены конструкции стали расходиться. Храм переделывали несколько раз, и только последняя реставрация дала ощутимые результаты. При проведении реставрации мы уже так укрепили фундаменты, стены, своды, уже заложили такие мощные конструкции, что здание перестало расходиться. Но все-таки мы решили дальше не испытывать Господа Бога и не искушать Его. И здесь поэтому разместили не трапезная палата, а здесь делали наш церковный монастырский музей. Вот очень большой музей, который мы тоже всех приглашаем посетить, посвященный и святейшему патриарху Никону, и вот той нашей церковно-исторической культуре, тому наследию духовному и историческому, которое для нас для всех очень важно и дорого. Трапезные палаты с церковью Рождества Христова расположены не к югу от главного собора, как это обычно бывает в православных обителях, а к западу. И этой особенности есть объяснение. Вот здесь, за этой полукруглой выпуклой стеной, находится кувуклия гроба Господня, где и произошло, собственно, воскресение Господа нашего Иисуса Христа. А практически напротив есть еще один выступ уже у Рождественского храма, и за этой полукруглой стеной внизу находится пещера Рождества Христова. Вот так в архитектуре связали два этих важнейших в христианстве события. Две пещеры, которые, видите, тяготеют, а одна к другой. Сам монастырь у нас такой красивый, белоснежный, украшенный изразцами. А почему этот Рождественский храм другой окраски? Что касается собора Воскресенского, то патриарх Тихон, да, принял такое решение, что там, в Святой Земле, он украшен мрамором, местным мрамором, такой он белый, с такими розоватыми оттенками. А у нас Святейший Патриарх его украсил керамикой. Мы видим, что внешнее убранство Церкви Рождества Христова и трапезных палат, оно тоже отличается. Так называемым он украшен бриллиантом руст, или рустовка еще его называют. В чем его суть? То его расписывают на такие квадратики, а каждый квадрат еще делят на четыре треугольника. Когда на эту рустовку смотришь издалека, она дает такой эффект впечатления, как бы выпуклости, как бы каждый квадратик, он выпуклый. Этот прием знали, между прочим, еще в Ветхом Завете, даже до нашей эры. Это старинный архитектурный прием, который использовался вот здесь для убранства этих трапезных палат. То есть они вот так и были украшены изначально? Да, изначально. Это так все и было с самого начала. Мы как бы восстановили только исторический вид, который здесь присутствовал. Одноглавый двухэтажный храм выстроен в простых формах. Высокий четверик с широкой апсидой, увенчанный двумя малыми, один на другом, восьмериками. Стиль сооружения – московская барокко с соответствующим декором. Наличники окон, колонки, оформление восьмеряков. Комплекс трапезных палат с Церковью Рождества Христова имеет 10 пределов, освященных в память о событиях земной жизни Христа, начиная от Рождества. Дорогие братья и сестры, сердечно, все душевно, с такой истинной христианской, евангельской любовью всех вас поздравляю с праздником Рождества, Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Православная Церковь – это двунадесятый Господний праздник, второй по значимости праздник – после праздника Светлого Христова Воскресения. Два момента Боговоплощения и момент Воскресения Христов являются для нас ключевыми, основными в деле нашего обожения и в деле нашего спасения. И вы знаете, даже у богословов есть спор, и они до сих пор не могут поставить точку. Что же было большим умолением Божества, к энисе, с истощанием Божества, то есть любовью, смирением, снисхождением Господа к роду человеческому, Его Рождество или Его Воскресение, когда Господь тоже принял поносную смерть нас ради и нашего ради спасения. Мы, когда говорим о празднике Рождества Христова, то мы должны вспомнить обязательно и сотворение Адама, и Ветхий Завет, на каждой странице которого есть мессианские места, и который говорил о грядущем мессии, об этом Боговоплощении. Например, мы возьмем, если четвертая книга царства пророка Изякия, то помним, что когда пророк подвязался на горе Кармил, то к нему пришла одна вдова с просьбой воскресить ее сына, потому что ее сын умер, и она пришла, просила пророка. Но пророк замедлил. Он не пошел сразу, он послал своего слугу Гейзию с посохом и сказал, пойди возложи этот посох на умершего отрока. Послушник его, слуга Гейзия, пришел в дом этой вдовы и положил посох на умершего отрока, и отрок не воскрес. И Гейзий вернулся с посохом, отдал его пророку, тогда пророк идет сам. И вот, войдя в дом вот этой женщины, пророк подходит и ложится на умершего отрока, и сказано, что он лег на него прямо точь-точь, и свои уста приложил к его устам. Облобызал умершего отрока и помолился, и этот отрок воскрес. То же самое этот пророк изобразил с собой пришествие в мир Господа. Каким образом? Что Господь не сразу пришел в мир после грехопадения Адама. А Он посылал пророков, которые несли закон. То есть посох – это образ закона ветхозаветного. И пророки приходили и пытались, богоизбранный народ, общее человечество, привести опять к послушанию к Богу. Но у них ничего не получилось. Вот. И народ ветхозаветно богоизбранный своей миссии не выполнил. И тогда Господь приходит сам. Так вот, рождение Иисуса Христа – это и есть момент, когда Господь нас всех поцеловал. Прямо в уста нас облобызал. Вот что такое Рождество Христово? А мы, приходя в праздник Рождества Христово, тоже проходим в середину храма и лобызаем икону Рождества Христово. И мы обязательно в этот праздник причащаемся святых Христовых, животворящих тайны. Через причастие принимаем в себя Господы Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Соединяемся с Ним самым честнейшим образом. Зачем нужно было это целование? То есть Рождество Христа, Его Боговоплощение – это и было Его целование, что Господь нас, род человеческий, весь поцеловал. Он принял нашу человеческую природу во всем подобную нам, кроме греха. А вот чтобы понять, зачем это было, поцелуй этот был нужен. Нас, почти что умерших от греха. То есть грех, он убивает человека. Вот есть такой очень благочестивый рассказ, что было два друга. И одного друга того человека, его ранили мечом, который был напоен ядом. И второй друг, заботясь о своем умирающем товарище, прибежал к врачам и сказал, что можно сделать, как можно ему помочь. Врачи ему говорят, понимаешь, во-первых, рана глубокая, рана большая. Меч глубоко проник в тело человека. Но это не самое страшное. Более страшное то, что этот меч был весь омочен ядом. И теперь этот яд распространяется по всему телу, он охватывает все тело. Поэтому его совершенно невозможно спасти. Он умирает. Хотя они так говорят, есть в принципе один способ. Можно как-то его спасти от этой уже неминуемой смерти. Каким образом? А если вдруг кто-то найдется такой, который бы припадет к его ране, к этой язве, и высосет из него этот яд в себя, и как бы сам возьмет на себя его смерть, и он сам умрет, сам он погибнет, но он спасет своего друга. И вот тогда этот друг, он припадает к этой ране, и высасывает в себя этот яд, с тем, чтобы сохранить и жизнь, и здоровье своему другу, но он готов умереть сам. И вот таким и был Господь наш Иисус Христос, который именно через это целование, то есть Господь поцеловал нас в глубокую рану греха, исполненную ядом. То есть дьявол нас ранил очень глубоко в раю, прислушанием Богу, и этот яд, прислушание, нарушение воли Божьей, разливался по всему телу, и нам грозила неминуема смерть. И вот от этой вечной неминуемой смерти нас спасает Богомладенец Христос, пришедший в этот мир. Вот это такое глубокое значение, вот этого поцелуя, что такое Рождество, это когда Господь целует весь род человеческий. А по всем празднике сказать невозможно. Еще скажу только о двух моментах. В пеленах и яслях. Ангел, явившись пастухам, дает им два знамя. Говорит, пойдите в пещеру, увидите младенца пеленами повитого и лежащего в яслях. Что такое пелены, которым был повит Богомладенец Христос? Это была замена тех рубищ, которые были на Адаме. Вот когда Адам согрешил, то что он сделал? Он почувствовал свою наготу, обнаженность, и Ева тоже. И они первым делом от этого же дерева, говорят, что это дерево, прислушание, это была смоковница, где вот дьявол в образе змеи предложил им скушать. И они сорвали плод смоковницы и вкусил из права Ева, потом Адам. И увидели свою наготу, они прямо от этого же дерева отрезали ветки деревьев и сделали припоясание, чтобы прикрыть свою срамоту, свою наготу, обнаженность. И Господь, когда уже их выгонят из рая, дал им еще другую одежду, другое рубище, это кожаная одежда из убитого зверя. И вот первая одежда Адама, рубище Адама, символизировало непослушание, что вот Адам прислушал волю Божию. И он послушал жену, ведь она даже если ей сорвала плод и вкусила, Адам ведь мог не вкушать, не мог остановиться, а он послушал больше Еву, чем Бога. Эти ветви, деревья, это опоясание, это был знак непослушания, рубище непослушания. Оно похоже, знаете, как вот листочек отрывается от дерева и отлетает от дерева. Вот непослушание. Мы вот так вот потеряли Бога. А второе обозначает вот такую плотяность, такую страстность, похотливость, звериную. То есть мы видим, как Адам изменился. И Ева, они воруют плод запрещенный. Они прячутся от Бога, то есть бегают, как звери дикие. И поэтому Господь им одевает одежду убитого зверя. Они стали звероподобны. Вот до этого они были богоподобны, то стали звероподобны. И вот эти два рубища, вместо них Господь нам предлагает вот те пелены, в которых Он был повид. Эти пелены заранее, Божья Матерь, приготовила перед родами для своего божественного младенца. Они были сделаны из льна. Вот чем отличается кожа надежды? Вы знаете, что она очень может тонко облегать тело человека. Она к нему прилипает кожа. Так что ей порой, когда снимаешь кожу надежду, даже ее трудно оторвать. То есть вот так вот Адам прилип к своей жене, к Еве. Так что я прислушаю больше, чем Бога. И вот здесь Господь им предлагает лен. А лен чем характерен? Что лен не прилипает к телу. И вот в Ветхом Завете одежды священника были сделаны из чистого тоже льна. И вот мы здесь видим пелены, чистые, белые, из льна, которые Божья Матерь приготовила из своего младенца. Что они еще символизируют? Что Господь припоясуется этими пеленами. Кто припоясуется? Обязательно припоясуется тот человек, который идет на дело. Он должен подпоясаться. Например, в монастыре обязательно припоясуется послушник. Так вот и Господь. Он как послушник идет выполнять волю Отца Небесного. Идет спасать род человеческий от греха, проклятия и смерти. То есть вместо тех рубищ, которые были в Ветхом Завете у Адама и Евы, нам предлагаются теперь пелены Христа. Что Господь об этом сам говорит, что Он припоясуется, как раб. То есть Господь рождается. Смотрите, в своем рождении Он становится и рабом, и царем. И Он припоясуется вот этими одеждами, чтобы послужить делу нашего спасения. И мы видим, почему Он полагается во язнях. Опять об этом святые отцы говорят, что Господь припоясуется во язнях, в которых лежала солома. Во-первых, это символ бедности, что Господь обеднел нас ради, чтобы мы обогатились Его беднотой. А во-вторых, вместо того, чтобы нам вкушать сено, солому, которое в язнях, нам предлагается вкусить спасительный, мы причащаться даже спасительной пищей, то есть тела и крови Господа Иисуса Христа. То есть причастием принимаем под видом хлеба и вина, тела и крови Христовой и той божественной благодати, которая соприсутствовала в этом Его божественном теле. Вот такое, видите, глубокое значение и пелен, и яслей, вот этих, в которых, скотских, в которых возлег Господь Иисус Христос. Поэтому всех вас призываю в этот день обязательно прийти в храм, облабазать святый образ Рождества Христова, потому что идет процесс нашего спасения, нашего обожения. Господь стал человеком, чтобы мы стали Богом по благодати, каждый из нас, чтобы каждый из нас обязательно причастился в праздник Рождества Христова, и чтобы мы в этот день воздали честь, хвалу родившемуся Богомладенцу Христу, а также нижайшее поклонение Его Пречистой Матери. Возлюбили и Господа Иисуса Христа, а в Господе своих ближних. Продолжение следует...